Уедут евреи из России последние, как из Испании, и Россия вообще потеряет возможность двигаться дальше, или что? Да, окей, хороший вопрос. И то, и другое. Во-первых, антисемит не делает никаких расчётов. Он просто антисемит, и всё. Я считаю, и с того, что я знаю, я слышал про детство Путина, рассказывать, что он был с евреями по соседству в Нижеле, в Петербурге, и что-то у него было не совсем благополучно, вроде в семье, его евреи очень принимали как родного, кормили женщины, заходи, Вовочка. Он не антисемит. Я так верю, что он по природе не антисемит. И ему не надо особых расчётов делать, что все время будет лучше. Все абсолютно, которые преследовали евреи, они знали, что все время будет лучше. Но они всё равно преследовали. Они всё равно преследовали. Я считаю, что Путин сам по себе не антисемит. И если немножко так сказать, посмотреть выше, чем то, что мы видим, я вижу в этом Божий промысел. Еврейский народ наконец-то должен дождаться того вожделённого время, приход Масхиеха, который мы ждём уже очень давно. Так. И это вот именно сейчас все, между прочим, крупные авторитеты Израиля, еврейские авторитеты, раввины, мудрецы, говорят, что это буквально время наступления Масхиеха. Если Россия так перевернулась и относится к евреям так благосклонно, я не имею в виду олигархов, которым разрешают делать деньги. Я говорю о тех честных, простых евреях, которые хотят воспитывать своих детей евреями, которые хотят продолжения своего народа. Не может быть продолжения без учения. Вы себе не представляете, какая сеть школ самых маленьких детишек и главная большая Ишива, и, значит, девочек, там два университета. Университет для мальчиков и для девочек. Я выступал в обоих этих университетах с лекциями. Они учат все науки и иудаизм. И какие-то низкие... Вы понимаете, здания, это просто, я не знаю, я что-то не видел здесь таких Ишив и даже школ. Все такое простое. Там изысканное, прекрасное, красивое. Просто материально, материально выглядит прекрасно. Вот здесь десятый у нас снимок, ну такой опять провокативный. Я бы хотел, чтобы вы... Вот посмотрите, пожалуйста. Вот канукея, да? Да. И сделана она на драконе. Да. Вот как вы это воспринимаете? Это не дракон, это... Ящер какой-то. Да. Динозавр, ящер. Динозавр, да. Да. Вот как вы воспринимаете? Это нормально? Да, конечно. Это значит, что иудаизм... Та же, как и ящеры и динозавры. Когда еще динозавры были, а может вообще не были, это не доказано точно. Ну вот вы как-то в одном разговоре, я помню, вы как-то сказали о том, что вы поддерживаете вот этот вот тезис, что во всем виноваты евреи. Окей. Ну, вы знаете, когда это говорит человек, который к еврейству относится с предубеждениями, это одно. Когда говорит это уважаемый раввин, кантор и певец, мы, надеюсь, сегодня хоть что-то не будем слышать ваше, то это немножко другое. В чем виноваты евреи? Вы хотите слышать? Нет, не только я хочу, я хочу, чтобы... Вы слышали, если вы сказали такое, я так продолжу продолжать. Окей, знаете, иногда то, что говоришь за столом на уроке, это одно. Эфир. Окей. Считайте, что нас не проявили. Ну, я никого не хочу не обидеть, никому не упрекнуть, никого не упрекнуть чем-то. Я просто скажу то, что есть действительно на самом деле, то, что я за свою еще не совсем длинную жизнь... Очень интересно было, я был, это меня пригласили в Казахстан два месяца назад. Это был день, значит, смерти годовщина отца Любавичского рэба. Они меня пригласили по этому случаю там концерты, лекции прочитать. И я стою на сцене, кто-то из зала спрашивает. Нам сказали, что проезжает к нам в гости старенький раввин или старенький кантор. А вы такой шустрый. Я говорю, я родился в 34-м году. Сколько мне лет? 81. Я говорю, а по-еврейски считается в обратную сторону. По-русски это 81, по-еврейски это 18. Тем более 18, это вообще прекрасная дата. Значит, я уверен в том, что я говорил, я это могу повторить. Ведь Бог сотворил мир, Вселенную. Мне надо сейчас целую лекцию вам читать. Время не формат. Вы за 20 минут вы открываете в Москве сделать, а у нас целый час. Ну, правда, уже меньше осталось. Короче, Всебышний сотворил мир для чего-то. Потому что ему нечего было делать. Просто так взял, натворил. Делитесь, варяйте, кушайте, пейте. Животные люди. Ведь есть для кого-то смысл. Если вы сидите с молотком и с планками, и что-то колотите, это не просто хочется колотить. Вы хотите сделать табуретку. Вы сделали табуретку. Есть всегда человек, который делает, но он что-то хочет. Неужели такой великий творец, который создал такую великую Вселенную, такую сложную, такую гениальную. Он так просто нечего было делать. У него был план, он что-то хотел. И тут мне надо сказать просто, чтобы люди других наций, других религий поняли правильно. Те, которые, не имею в виду религии, которые читают Танах, а Танах читают все, то есть Библию, там написано, что евреи считаются избранным народом. Что значит избранный народ? Что? Мы лучше всех живем. Многие наши евреи жалуются, говорят, мы избранные для преследования. Мы избранные для гонений, для убийств, для уничтожения. Что-то, какие мы избранные? Что имеется в виду, что Бог сказал? Бог говорит так. Амс вула – избранный народ. Мы имеем огромнейшую, важнейшую роль в этом мире. Мы сюда пришли для чего-то. Вот это же имеет свой избранный народ, потому что еврейский народ – это единственный среди всего человечества, который имеет в себе две души. Есть одна душа, называется в Кабале «животная душа». Это то, что есть у всех животных. Хотят кушать, хотят пить, хотят наслаждаться, хотят иметь потомство. Это и у человека есть. У евреев есть дополнительная душа, духовная душа, частица самого Творца. Так, говорит Кабала, это святая истина. И поэтому мы считаемся избранным народом для того, чтобы использовать свои таланты, свою близость к Богу, принести в этот мир благополучие. В чем же вина евреев? Потому что, смотрите, я вот наблюдаю, у нас в нашей жизни очень много есть вещей, которые бы мы могли сказать спасибо тому же самому еврейскому народу. Например, эта книга, книг, Библия, это телефон, которым мы пользуемся. Это много, это я взял просто крайности. Человечество погибло от эпидемии, если бы не было еврейских ученых, которые открыли. Эпидемии, лекарства и так далее. И в то же время мы наблюдаем какой-то антагонизм, отсутствие благодарности. Скажем так, отсутствие благодарности. Это что? Получается, что человечество вообще неблагодарно. Или только по отношению к этому народу? Вот это, что я говорю всегда. То, что они, антисемиты, нас не любят. Антисемит, вообще это антисемитизм, это отрицательное явление. Вообще ненавидит народ, потому что он принадлежит к... Тем более, ваш вопрос сейчас. Замечательный вопрос, я его задаю. Почему нас не любят? Ведь мы везде творим только добро. Во всех государствах мы всегда были хорошие граждане. Есть такая пословица? Хочешь зла, делай добро. Это человеческая пословица. Но Тора и, значит, духовная... Духовный взгляд на все несколько другой. Не обращая внимания на зло, которое ее пытается делать, ты делай добро. Это мучит Торам. Так в чем же вы, раввин, считаете виноват еврейский народ? Так, значит, вы, извините, меня прервали. Значит, Всевышний создал этот мир как бы, представьте себе, во времена Сталина, когда Сталин хотел захватить весь мир. И тогда начали развивать атомное оружие. И Америка во главе всего свободного мира была очень озабочена, что если у Сталина появится атомная бомба, он просто захватит весь мир. И послали специального разведчика в Россию. Вообще разведчики – это люди очень талантливые от природы, простите, смышленые. Могут скрывать свои эмоции. Этот человек – особый человек. Его потом очень долго учили. Он мог управлять самолетом и пароходом, и всем чем угодно. Его забросили в Россию. Он должен был спасти, собственно, не Америку, все свободное человечество от угрозы коммунизма. Это была такая важная экспедиция его была. Он приехал, его забросили. Он пришел. Первым долгом там достал номер где-то в гостинице какой-то, переночевал. Пришел в ресторан, позавтракал, пообедал. Потом это вот на следующий день опять то же самое. Потом там заметил какую-то интересную девушку, которая обслуживала с ней. Познакомился и пригласил к себе, извините. Это вы рассказываете о фильме Джеймса Бонда какой-нибудь? Вот так. Да. Тогда мы, секундочку вам, секундочку, мы приостановимся. Да. Потому что у нас есть реклама по Джеймсу Бонда. А-а-а. Сейчас, пожалуйста, посмотрите рекламу, а потом мы вернемся к этому разговору с Берландом Зальцманом. С вами Борис Тенцер и мы продолжаем передачу «Контакт по понедельникам». Гость сегодня у нас Берл Зальцман. Он раввин, кантор, певец. Только что буквально он был приглашен в Москву, в Россию, где провел лекцию, где выступал. И поэтому мне было интересно, я думаю, вам тоже интересно, немножко послушать о еврейской стороне жизни в России, которую мы оставили, то есть Советский Союз, скажем так, который мы оставили. Но прежде мы с вами закончим вот этот все-таки вопрос. Не очень долго, не 20 минут, а, короче. Почему евреи виноваты? По вашему мнению, раввины? Совершенно верно. Не тех, кто на улице, а тех, которые здесь. Это по мнению Торы. По мнению Торы. Значит так, вот этот вот разведчик, скажем, он совершенно забыл, для чего его послали в Россию. Он должен спасти человечество от коммунистической чумы. А он зажил, как все живут там, утром встает, выпил, загусил, поел. То есть вы хотите сказать, что евреи забыли, ради чего они были? И вот он возвращается обратно в Америку, говорят им уж, мы ждали от тебя информацию, чтобы... Ой, вы знаете, я что-то забыл совсем. Я как все, как все жил. Давайте перейдем к евреям. Его будут любить. К евреям перейдем. Его будут все ненавидеть. Его объявят везде, что это предатель. Его послали, а он не сделал. Вот почему нас ненавидят. Что нас послали, а мы не делали. Нас послали сюда сделать этот мир лучше. Спасти этот мир. А чем мы с вами можем сделать его лучше? Вот вы, я, ну я давайте. О, чудесный вопрос. Если будем жить, соответственно, законом, который предписал Бог. Он сотворил мир. Как вы думаете, когда вы утюг покупаете, там есть инструкция пользования. Вы что, не знаете, как пользуют утюг? Но обязательно есть. Если Бог сотворил такой сложнейший мир и не приложил инструкцию пользования. А как пользуется в этом мире? Такой сложный. Да, приложил. Тора. Вот вам, пожалуйста. То есть надо читать Тору, надо следовать Тору. И тогда мы... Другими словами, я заканчиваю эту тему. Тора. Это пульт управления Вселенной. И этот пульт отдан нам. На Синае, когда Бог дорвал Тору, говорил, вот вы, избранный народ мой, вот вы должны служить всем народам. Но я хочу сказать нашим зрителям, что в Торе нету слова пульт управления. Это уже придумали современные. Ну, естественно, нет. Это же пульт управления Вселенной. Ясно. Вот почему я говорю. И потому что мы не делаем то, что надо, от этого терпят все. Не только другие народы, ну и животные, и птицы, и рыбы. Хорошо, скажите, пожалуйста. Потому что это все одна система. Когда вы были вот сейчас, буквально несколько дней назад, на ханукальные праздники, вы были в России, вы чувствовали интерес вот не только евреев, но интерес как бы окружающих людей к еврейской культуре, традиции? Одна из моих лекций, когда мы знали, что я приезжаю, все со всех сторон заказали лекции разные. Меня пригласили в Брянск. А вы еще в Брянске успели пригласить? В Брянске был, конечно. Вот, значит, и в Брянске, значит, этот вот проводник в вагоне, мы ехали в особый вагон, там, люкс, там, это вот, я впервые такой, телевизор, и кровати мягкие, да, что-то такое. За четыре часа, у тебя скорый поезд, за четыре часа мы в Брянске. Вот он говорит, вы какие-то особые люди, говорит, что-то, вы какие-то, вы откуда, вы кто, вы что, я говорю, мы с Америки. Я говорю, я еврей, я говорю, я арабин, я говорю, там. И он такой, я стал говорить об евреях, я говорю, это же такой народ, такой, столько добра они делают, столько... То есть вы хотите сказать, откуда, откуда это, откуда это появилось? Или это просто культура этого человека, который и 20, и 100 лет назад говорил? Когда перестали говорить, что мы во всём виноваты, и мы такие, и всякие, и жиды, и то такое, люди увидели истину. Когда этот Путин обратился к евреям, уехавшим в Израиль, возвращаясь обратно к нам, у нас нет врачей хороших, у нас нет инженеров хороших, это слышали народы, это слышали люди, живущие в Москве и в России. Они поняли, что это еврей, что этот народ не такой, как всё время вбили в голову, это, видимо, есть, конечно, то, что вы сказали, такие, которые говорят, что это, ну, есть. Но если есть такое, наглядно на лицо, когда евреи по улице в Москве идут в талосы, сверху талосы у него, в субботу нельзя носить, но надел талосы, и так идёт в московскую улицу, в синагогу. Ну, такое можно было представить. Мальчики ходят все с сицей, с девочкой, в длинных юбках, не они вот в шортах. А мы, еврейская молодёжь, еврейские дети, это просто, меня это привело в большой восторг. И я не говорю, что я путинец, но я считаю, что он... Это хорошо, что вы сказали, потому что сейчас мы откроем телефонные линии, и я думаю, что первое, что он... Я думаю, что он является не то, что он является, в данном случае, опять-таки, посланником Всевышнего. Он посылает сюда руководителей. Он послал Гитлера в своё время, когда евреи растоптали всё еврейское в Германии. Но это страшная тема, я не хочу её касаться, потому что я знаю... От этого зависит благополучие в мире, как тот разведчик, который я вам сказал, который пришёл и пил, и гулял, и кутил, и не делал то, что надо было делать. Скажите, пожалуйста, я знаю немножко вашу историю жизни, я знаю о том, что... У вас прекрасный, кстати, голос, действительно, вы хороший кантор, вы хороший певец. И я знаю, что вас благословил в своё время Любавичский рэбер. Да? Да. И он вам посоветовал, или как бы направил, сказал, пойте, сделайте пластинку и так далее. Совершенно верно, да. Скажите, пожалуйста, к сожалению, у нас нет сегодня ничего послушать, и вы немножко кашляете. Может быть, вы всё-таки хотя бы один куплет чего-нибудь такое пропели бы нам? Окей, окей, ребята. Хорошо, господа. Значит, в 1991 году я приехал бы в концерт в Москве, точно что упоминал, в Кремлевском университете съездов. Я открывал концерт. Пел антисоветскую песню на русском языке. Притом музыка ортодоксально-коммунистическая. Помните Москва Первомайская? Утро красить, дежурным светом. Музыку написал еврей Дмитрий Покрас. И открыл 50 лет его назад. Мы задумались, будучи в России, такой прекрасный марш. И пришёл этот вот Лебедев, который Кумачи написал. Москва Первомайская. Мы решили отнять эту музыку у коммунистов и написать другие слова. Это, собственно, моя песня. Я её записал. А, вы сами сочинили слова? Да. Она на одной из моих пластинок записана. И я этой песне открыл концерт в Кремле. Вот я вам сейчас попытаюсь... Сейчас вся Москва поедет в эту песню. Ну, хотя бы один-два купли. Так попало, да. Утро красит нежным светом. Так пели, да? Мы поём. Мы под взглядами косыми Родились, как свет в ночи В гуще чёрного России В городке Любовичи В окровавленные годы Мы купинною горя Веру нашего народа Пронесли сквозь лагеря Мы хабадники Мы делу преданы И верой закалённые Мы сберегли И донесли Скрижали нам вручённые Близорукому дорогу Мы поможем отыскать А глухому голос Бога В своём сердце услыхать А немевшему молитвой Распахнём, как дверь уста И того поднимем в битву Кто бороться перестал Мы долго шли Сквозь боль земли Но верая закалённые Мы сберегли И донесли Скрижали нам вручённые В чём разгадка нашей силы Молодеем мы в пути Наших недругов могилы Остаются позади Тора нашей силы Тайна Слову Бога Нет преград Куча брехов